Алия вышла на субботник с месячным сыном. Пока малыш спит, мама вместе с соседями подметает двор своего дома. Как и многие жители Центрального района, она решила не ждать завтрашнего дня, а воспользоваться хорошей погодой сегодня. Инструменты и пакеты жильцам выдала их управляющая компания. Я, честно говоря, здесь первый раз участвую. Я тут не совсем давно живу, поэтому по первому кличу вышли. Ну и свежие сурданки пришли. Ну да. Поэтому больше даже мотивация, потому что мы гуляем каждый день, нам нужен свежий воздух каждый день и хочется чистоты вокруг видеть. На правом берегу тоже кипит работа. Студенты сгребают листья с газонов. Еще накануне десятки организаций города получили 2000 граблей, 8000 мешков, 500 метел и 800 щипцов для сбора мусора. Немалая часть инвентаря уже пущена в ход. Два полных камаза вот таких вот мешков с мусором уже собрались сегодня в Кировском районе. Курсанты института водного транспорта. Они начали в 9 утра и к полудню уже очистили огромный отрезок красраба длиною в целый квартал. Управление зеленого строительства, кроме всего прочего, планирует за два дня привести в порядок 39 городских монументов. Первым из них стал памятник Ленину на главной площади города. Рабочие отмыли его с помощью автовышки и бронспойта. А в социальных сетях между тем развернулась целая компания по призыву горожан на субботник. Сотрудники районных администраций сняли веселые видеоролики, которые должны привлечь внимание к акции. Появился даже своего рода гимн субботника. Текст написал красноярский музыкант Владимир Буш, а дизайнер Александр Грицаенко нарисовал мультфильм. Все, чтобы призвать земляков на большую уборку. Город мой прекрасен, и я красивый в нем. Витрины отражают, красиво мы идем. Вымытые уши, чистые носки, чистые проспекты, чистые мечты. Все по велению души. Многие красноярцы также считают субботник общим делом и уверены, что следить за порядком должны не только дворники. Со времен у нас пошло, что убираем, помогаем всем двором. Как говорится, труд же расплочает человека. Все друг друга, как большая семья. Я пенсионного возраста уже участвовать не буду, а молодежь должна. Я всю жизнь участвовала, всю жизнь. Красноярск прекрасен, нужно прийти и все сделать еще лучше. Я думаю, что можно и без субботника этим заниматься. Вообще это, конечно, очень важно. И воспитывать детей нужно в этом направлении. Очень приятно наблюдать, когда бабушки приучают внуков к тому, что нужно посадить деревце, убрать мусор и так далее. Мне кажется, это нормально. Сами будете участвовать? Да, конечно. А где? Ну, во-первых, на работе. И в нашем дворе, скорее всего, да. В департаменте горхозяйства обещают в этом году уделить особое внимание вывозу собранного мусора. Красноярцев, которые убирают дворы и улицы по своей инициативе, просят оставлять завязанные мешки там, где сможет проехать грузовая машина. А потом звонить в администрацию своего района и сообщать адрес. Уверяют, в течение недели все пакеты будут убраны. Мария Антюшева, Алексей Гусев, Максим Галат. Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова